Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армен Акабрамян коснулся выборов местной органы власти 31 марта, столетия Парижской мирной конференции. Армяне Александрита приняли участие в церемонии зажжения благодатного огня в местной армянской церкви. Сенаторы США призывают признать оккупированные голландские высоты израильской территории. Вашингтон выступит против любого жестокого обращения Турции с курдами в Сирии и Болтом. Ван Карси и Амшен включены в список самых главных направлений зимнего туризма. Сегодня состоится второй товарищеский матч футбольной сборной Западной Армении. Курдские политические партии решили принять участие в выборах местного самоуправления под названием Демократическая партия народов. Демертаж, который находится в тюрьме, выразил свою поддержку этому лишению политических партий. Я придаю важность Альянсу Курдистана. Мы представляем вам мнение президента Армена Кабрамяна по поводу местных выборов 31 марта, которые пройдут также на оккупированных территориях Западной Армении. Прежде всего, давайте примем во внимание союз различных курдских партий, которые будут иметь желание победить другие политические партии с различной этнической или же политической тактикой на местных выборах. Эти партии склонны создавать более демократическую Турцию, которая учитывает права меньшинств случайным или взаимосвязанным образом. Что же касается Западной Армении и нашего народа, который считается коренным народом своей земли, то политические проблемы не возникают в таком виде. Наш народ живет на своей земле, которая признана Верховным Советом Союзных Держав, как государство и в настоящее время оккупирован турками. Начиная с эпохи Танзимат, турки обсуждали проблему демократизации, которая привела к геноциду и незаконной конфискации нашего государства. Геноцид против армян и последствия оккупации означают, что Турция в долгу перед Западной Арменией. И этот долг увеличивается с каждым годом. Народ Западной Армении не должен участвовать в выборах в Турции, так как эти выборы их не касаются. Давайте также учтем тот факт, что наши люди по-прежнему страдают от отказа в праве на жизнь и существование. Мирная конференция состоялась в Париже 18 января 1919 года. В конце Великой войны 1919 года, 18 января, в Париже стартовала мирная конференция. Объединив победителей конфликта, эта конференция приносит Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года. Последний выпуск «Конфликты и мир» был опубликован в Великой ноте по случаю столетия окончания войны. Кроме того, в этом году будет проведен франко-германский конкурс «Эустори» на тему «Мир после Великой войны». Календарь регистрации и регистрационные данные доступны онлайн. Программы темы следующие. Учение, третья история, Первая мировая война. Лицей, история, надежда мировой войны и мира. Лицей, история, Европа в центре крупных столкновений. Версальский договор во время Великой войны. Мероприятие, посвященное историческим событиям, столетию мирного договора, организованное Национальным советом Западной Армении, состоится в конце февраля 2019 года в Париже. Если вы хотите принять участие в этом мероприятии, позже на нашем сайте будет опубликована ссылка для регистрации. Армяне Александреты приняли участие в литургии в канун Рождества, которую представил духовный пастор церкви Аветиста Бощан. По словам источника, священнослужитель говорил о значении этого праздника во время церемонии. «Иисус Христос дал нам любовь. Бог благословляет все, что сделано в любви. Сохраняйте свою любовь в своей жизни, и все остальное будет легко для вас. Пусть божественная любовь растет в ваших душах. После литургии также состоялась церемония водного крещения. Благословенная соль, хлеб и вода в сопровождении гимнов, провозгласивших рождение Христа, были распространены среди местных армян». Сенатор Тед Круз и сенатор Арканзаса Том Куттон выступили с совместным заявлением, в котором призвали Вашингтон признать претензии Израиля на голландские высоты. Оба сенатора подчеркивают, что этот район играет важную роль в защите Израиля от Ирана и его союзников. Реагирование на угрозы со стороны Ирана и его диктатур требует, чтобы Израиль мог защитить свою территорию и своих граждан от нападений. Чтобы сохранить право Израиля на самооборону, Вашингтон должен предпринять шаги для установления суверенитета Израиля на голландских высотах, говорится в заявлении. В прошлом сенаторы предлагали аналогичные меры посредством необязательной резолюции, призывающей Израиль признать голландские высоты. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху пригласил советника по национальной безопасности США Джона Болтона посетить голландские высоты и понять, почему же Тель-Авиву важно признать суверенитет над оккупированной территорией. Болтон прибыл в Израиль, чтобы обсудить вывод американских войск из Сирии и помочь Израилю. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил своему турецкому коллеге, что Вашингтон будет действовать против любого жестокого обращения турецких сил против всех союзников США в Сирии, сообщает Reuters. Ранее Эрдоган заявил, что Турция отвергает требования США о гарантиях для курдов, проживающих на севере Сирии. Он назвал заявление советника Трампа большой ошибкой и пообещал, что Анкара вскоре примет меры по уничтожению террористических групп в Сирии. Одним из наиболее важных направлений зимнего туризма является остров Ахтамар в Ване с армянской церкви Святого Креста. В списке рейтинга, составленном mightnet.com, туристам чаще всего рекомендуется посетить именно Ахтамар. Посетители могут насладиться местными красотами и историческими реликвиями, гуляя по острову. Ахтамарская церковь Сурбхач является одним из лучших образцов средневековой армянской архитектуры, пишет сайт, опубликованный на сайте mynet.com. Подчеркиваю, что зима в этих местах создает сказочные картины. Второе место в этом же рейтинге занимает исторический Амшен, точнее, Игейская долина в районе Чамшечин провинции Резе. Карс и Байзет также входят в этот список. Сборная Западной Армении по футболу проведет сегодня свой второй товарищеский матч. Сборная Западной Армении будет соревноваться с французским клубом Тулон. Уважаемые соотечественники, ваша поддержка очень важна для нас. Вместе поддержим нашу команду во время сегодняшнего матча. Начало матча 19 часов по местному времени Франции. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Гугарга Ванесян. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!